Просто которых я хорошо знаю, и не было, знаешь, больших разочарований, типа, ты знаешь людей как будто бы, а тут появляются новые люди, ты их близко подпускаешь, и тебе делают очень больно. И когда, типа, я что-то забыл перед хуйней, и когда это опять происходит, ты такой, блядь, ну зачем, ну почему, как я мог опять повезти себя в хуйню? Такая же хуйня. Просто, блядь, типа, знаете, когда мы начинали все общаться, не знаю, было охуенно, типа, вот как будто бы, я не знаю, как объяснить, типа, как будто бы, спасибо большое. Спасибо, Ксюша. Спасибо. Чапчак с Айраном было бы мило. Типа, знаете, все начиналось, как говорится, так красиво. Вот, и просто в один момент. Просто как-то резко, очень резко все стало очень хорошо. Знаете, бывает, что, типа, когда все хорошо, ты боишься, что это как спичка сейчас полыхнет и пропадет. Я не боялась. У меня всегда, когда все хорошо, я боюсь, я ценю, я очень счастлив, ну, и я ценю максимально этот момент, но понимаю, что, типа, это не навсегда. Как будто ничего навсегда не бывает. Типа, я помню, я приходила домой, думала, ебать, как все хорошо. И просто, как будто компания, когда начала распадаться, столько говна полилось, что, типа, не ожидала. Типа, вот, вот, типа, от этой компании конкретно, как будто бы не ожидала. Я не говорю, что кто-то плохой. Все плохие, на самом деле. Все какую-то лепту негативную внесли в свою. Что, у меня что, плохое здесь? Ну, Тёма, да. Типа, все внесли какой-то свой негатив. У меня, кстати, есть такая хуйня, что когда, вот, типа, ну, какая-то ругань происходит, я начинаю очень сильно винить себя. У меня нет такого. Если я не виновата, я... Насколько я не виновата. Я в моментах, типа, мне казалось, что я вообще ебло конкретное. Когда мне кажется, что, типа, кто-то неправ, и человек это не понимает, я начинаю думать, блядь, наверное, он прав все-таки, раз он не понимает. Раз у меня не получается обсудить спокойно, поговорить просто, ну, в целом, такая хуйня, короче, когда человек начинает, грубо говоря, меня переубеждать, что, типа, он сделал некрасиво по отношению ко мне, не ко мне в целом. То я такой, блядь, может, я просто ебанутый. То есть просто грустно, знаете, у нас ностальгия, как будто мы закончили школу. Да нет, в чате написал чел, то, что, типа, зачем вы это на аудиторию выливаете, вы как будто пытаетесь выставить их плохими. В том-то и дело, что я сказала, что каждый внес свой негатив. Я же только что это сказала. Я тоже хуярил, чел, хуевый. Да, просто я конкретно говорю про то, что, типа, все не так, как раньше, и все, как раньше, уже никогда не будет. И от этого просто грустно. И мы сейчас что-то, типа, сидели после съемки около этой студии. Там еще такая хуйня, знаете, была. Во-первых, уже такой после закат, сумерки. Уже, типа, такие сумерки, и фонарики горят. И там был большой такой выступ высокий. И мы на него сели, когда, знаешь, типа, ты висишь, ножки свесил, а сам сидишь. И прохладно, ну, приятно прохладно. И у обоих какой-то одинаковый максимально вайб. Грустный, да пизды грустный, как будто ты в тупом русском фильме про грустных подростков. Не знаю. И я просто сижу, курю и думаю, бля, как ебанно. Ебанно, что, типа, я это чувствую. Мне бы очень хотелось, чтобы мне было просто похуй. Чтобы, если что-то плохое происходит, я такой, ну, и хуй с ним. Чтобы мне было искренне похуй, чтобы я не мог пускать никого близко. Привет, спасибо. Да, я буду, Макс, нет. Да много сейчас случилось, ребят, даже как-то, ну, типа, не хочется выливать. Да давно уже все случилось. Да, давно все случилось, просто сейчас все это продолжается. Недопонимание конфликта между друг другом. Типа, никто конкретно ничего хуёво прям не сделал. Да, типа, никто. Да. Просто, типа, в целом. Короче, хотелось бы просто, чтобы все было... Чтобы все было хорошо, чтобы не было этой хуйни. Чтобы все было как раньше. Я просто не хочу, типа, ничего говорить в целом. Мне кажется, это неправильно вносить ссоры из избы. Вот, поэтому, ребят, с уважением, я думаю, к этому нужно отнестись. Это уважение просто к людям, с которыми мы общаемся, общались. Я думаю, вы с этим согласны, что это реально огромное уважение. Но, на самом деле, если вздуматься, то с самого начала, как мы начали дружить там все вместе. Когда просто, знаете, вы дружите вдвоем, втроем, даже вчетвером. Еще нет... Еще... Не знаю, как объяснить, короче, чем больше людей, тем сложнее. Потому что вы несете ответственность все друг за друга, как бы вам об этом не хотелось. А все очень разные. Меня еще, знаешь, типа, очень сильно тревожит. И мне очень, типа, хуёво от того, что так получается, что я как будто бы лидер в компании, заметил. Мне тоже от этого хуёво. Мне от того, что ты, ну, типа, я просто чувствую, что на мне и на тебе много ответственности за все. Типа, и вот, знаете, и в последнее время ко мне, типа, супер до хуя предъяв, что я слишком грубая, что я какая-то не такая. И, типа, знаешь, я понимаю, что, типа, просто, ну, как сказать, что я такая же, как и была. Я в целом почему-то лучше, не только в нашей компании, а в целом просто ощущаю, как будто бы я вот расцвел, ну, встал с собой, не стесняться себя. И всем она так нравилась, а как будто резко всем разонравилась. Такая же хуя. Как будто теперь я чувствую очень много осуждения и непринятия себя, хотя изначально вообще было все по-другому. Ну, хуй запускать стрим, про это не договаривать. Мы не про это запустили стрим. Просто выпустили стрим, чтобы пообщаться, посидеть, поплакать, попить песенки. Да, типа, конкретно для этой цели не было запущено стрима. Включи сообщатку, есть. Привет, Костя. Блядь, я не ебу, где Луна, ребят, ну, что за хуйня? Почему у меня спрашивают, где кто-то? Ну, типа, это... Ну, я здесь сижу сейчас перед вами, я не ебу, кто где находится. Я не ебу, блядь, где Диппинс, нахуй, где Луна, я не ебу, ребят. Вот, ну, реально, откуда я ебу, где кто-то находится. У меня каждый раз, я запускаю стрим, типа, ко мне заходят 4 тысяч человек, 2 тысяч человек, 5 тысяч человек, 10 тысяч человек. У меня просто весь час, весь чат в том, кто где-то, типа, как будто меня вообще нахуй никто видеть не хочет, или что, я просто не понимаю, типа, причину, по которой так происходит. Это такая хуйня, типа, она суперчаса. Мне кажется, что ребята думают, что если вы разово, ну, даже не разово, а просто в какой-то момент у вас получилось вместе постримить, у вас у всех были хорошие взаимоотношения, то вы теперь должны, как на работу, типа, ходить, и вы обязаны через, там, всю боль, какую-то обиду, недопонимание, просто недостаток времени у кого-то на свои дела каждый раз быть вместе все в компании, потому что людям понравилась компания. Чего ты, Мася? Давай песни петь. Ну все, а не знаю. Не знаю, просто, как будто все время дело что-то не так. Ну все делают что-то не так. Нет уже правил никаких в жизни. Мы же не в школе, где говорят, типа, вот твоя задача по математике, и есть только один правильный ответ. В жизни, к сожалению, не все так просто. Мне кажется, что большая проблема в том, что просто мы все очень разные. Не знаю, как и почему, но мы с Аминой как будто, не знаю, очень одинакового мышления. Меня просто доводят, что, типа, все-все кладут на меня. Как будто я всегда во всем виновата. Как будто я всем обязана чем-то. Я пытаюсь донести, что я не обязана никому, ничем. Надо забить хуй. Да мне сложно просто, типа, ко мне вечные предъявки-то летят в последнее время, ни за что. Я, типа, сижу в ахуе. Меня, как самого взрослого в компании, больше всего выбешивает факт того, что вместо того, чтобы, допустим, допустим, такой ситуации не было, но допустим, я обидел Амину тем, что выложил, например, ну, неважно, короче, чем угодно я ее обидел. Я это знаю. И в этот момент вместо того, чтобы... Там она мне, например, вот я ее обидел, ей обидно. Я знаю это или не знаю, неважно. И вот она мне вместо того, чтобы написать, Максик, мне вот очень обидно, поэтому и поэтому, пожалуйста, типа, давай что-то придумаем, чтобы такого больше не было, потому что, ну, типа, я люблю тебя, и мы семья. А начинается такая хуйня, типа, предъявы, какие-то хуйни, блядь, грязные, злые. И такая реакция детска, как будто мы в школе, знаешь? Неприятная хуйня. Просто, типа, мы все взрослые люди по возрасту. Да и морально, у всех столько всего в жизни было, что там как будто бы... Ожидаешь другого. Не знаю, просто, типа, как будто бы... Давай чувствую себя матерью. Как будто бы я всем что-то должна, хотя я понимаю четко, что я нихуя не должна. Просто мою менталку, типа, ебанутая, эта хуйня... Хуярит, дамажит очень сильно меня, мне прям плохо в последнее время. Я как будто бы реально вечно думаю, что я делаю что-то не так. Я как будто чувствую себя какой-то больной, хотя я понимаю, что, типа, у меня нет проблем никаких в голове. У меня есть какие-то там маленькие микрозагоны, но ничего серьезного, типа, нет. Надо просто повторять себе, что со мной все окей. Хотя, ну, тяжело, тяжело, когда, типа, ты чувствуешь осуждение пиздецовое, непринятие, очень больно. И ты просто начинаешь закрываться в этих людей. Начинаешь закрываться, хочешь отстраниться. Не понимаешь, почему, за что. Что, типа, самое тупое, реально, что два месяца назад все было точно так же, типа, в плане... Ну, я был точно таким же два месяца назад, какой я сейчас. Я тоже. И почему-то, типа, тогда всем было круто. Всем было весело. Все говорили, ты такая классная. А сейчас нихуя не поменялось, и... Мне очень тяжело дышать. У меня подножки спотели. В кофте. Спасибо. Ну, я в такие моменты всегда думаю о том, что... Если сейчас что-то хуёло, значит, потом что-то будет очень хорошее. Недавно все было что-то очень хорошее. Я не знаю. Просто, типа, в целом как-то... Ну, вот, не знаю, мне в какой-то момент казалось, что... Я нашла... Как сказать? Нашла, типа, то, что делает меня счастливой. Просто в один момент, как будто вот этот карточный домик, который мы построили, он просто рухнул. У меня был жесткий триггер. Ну, когда такое что-то происходит, я триггерюсь, как в детстве, когда я жил в прямой семье. Очень сильно любил всех. Искренне, вот, знаете, такая, типа, детская любовь, когда ты маму любишь, смотришь на нее и считаешь ее самой-самой красивой на свете. И для тебя она правда самая красивая. И вот ты всю свою семью, типа, так любишь. А потом, там, я подрос, и у меня столько говна полетело. И у тебя вот этот, блядь, детский мирочек разрушает, зарядок, блядь, почему? Должно быть не так, так неправильно, так не должно быть. И как будто я вырос, и это снова произошло. И, типа, я так этот, радовался пиздово, я был такой счастливый все это время. И раз, и хуйня на хуйне, хуйня на хуйне. И, типа, очень обидно, что ты пиздово искренне любишь людей, пиздецовый. Не знаю, ну, у меня, по крайней мере, такая хуйня, что, типа, я был прям счастлив, что, типа, ебать, у меня, наконец, у тебя есть семья. А потом просто, бац, и все ломается. Ой, что за хуйня? Что-то у меня глаза описались. Бороды потекло. Я вас люблю до безумия. Безумие. Блин, я когда плачу, мне как будто бы легче становится. Мне как будто сложнее. Хочется сразу посмеяться над собой, я вижу свою заплаканную ебало, я думаю, ну ты и тупица, Макс, блядь, старая. Старая? Почему старая? Потому что я взрослый мужичарой сижу и ревую из-за какой-то хуйни. Ай, ногти, осторожно. У меня они без покрытия мягкие. У меня тоже. Ну ты-то не привык. Я тоже недавно плакал, пока живой. Не строить ожидания, и жизнь будет намного легче, никто не обязан действовать так, как вы бы этого хотели. Да прикол в том, что, типа, все от меня чего-то ждут. Нет, нет, стойте, подождите, мне кажется, вообще не в этом дело. У меня давно такая хуйня, что я не строю никаких ожиданий. Тут просто вопрос того, что, когда ты слышишь предъявы, за то, что ты чего, за то, чего не было. Ты охуеваешь. Ты охуеваешь, и люди, типа, с которыми ты безумно, блядь, близок, нет желания сохранить, типа, все, что есть, и обсудить это. И постараться, знаете, вот, там, грубо говоря, в доме крыша протекла, и просто ее заделать. Просто берут эту крышу, там вот маленькая дырочка, берут ее и ногой, блядь, со всей силой хуячат, что там, блядь, вся вода выливается тебе, блядь, в дом нахуй. В твой диван, блядь. И потом его сушат и зажигают дотла. Ой, у меня, у меня козявка в глаз попала. Татушь, наверное, потекла. У меня, как у собаки, грязь в глазу. Это муха! Та мошка. Чуть подальше и посередине объектива. Я ее еще так на похуй достал, блядь, из глаза. Напомню, что там давно, я просто не знаю, что на родинку. Ты же сам на глаз у родинка, на другом просто, да? На этом? Нет, на этом, по-моему. На этом, родимое пятно и родинка. Ну, я же сказала, на этом. Да. Чтобы в верхней губе у меня она обветрилась просто. Кстати, я не знаю, как, но мы с Эминой из ребят в компании дольше всех знакомы. И ни разу в жизни не ссорились. И когда были какие-то недопонимания, как будто бы их в целом особо не было. Да. Но если вдруг что-то было, то мы просто очень спокойно говорили и сразу друг друга понимали и слышали. И в моменте мне казалось, что все, типа, я прям, как, знаете, этот, рыба в воде. У девочки Ник Хлорка. Пиздатый Ник. Как жалость, люблю, жажете мне такого человека, который будет поддерживать. Ты, ты есть у себя. Знаешь, как будто бы иногда так тяжело найти такого человека, что как будто бы лучше без него, чем без него. Типа потому что попадаются люди, которые просто, вот они могут тебя поддерживать, но поэтому они тебе доставляют очень много негатива. Боли просто. Боли, да. Не знаю, я на самом деле, типа, я вот в такие моменты, как сейчас, очень сильно себя хуярю, знаете, как котенка в саку. То, что я там еще с раннего возраста понял, что вот, Максимка, есть ты, ты на себя можешь положиться, ты себя никогда не подведешь. Ты всегда будешь за себя, ты всегда будешь на своей стороне, блядь. И в целом никому нет дела до тебя, кроме себя самого. Просто периодически забывают хуйню и такой, ой, ебать, круто, все, кайф. У меня есть на какой положиться. А потом такой, ну ты, тут пицца. Пицца. Тут пицца. Все, включи. Креветка. Я люблю вас видеться на здоровье и счастье, когда тяжело. Спасибо, малыш. Я так охуеваю, когда читаю в директе сообщение, типа, Максик, у тебя давно не было стримов, можешь, пожалуйста, запустить, а то мне очень грустно. Типа, ты меня спасаешь в пиздецовое сложное время. И я так охуеваю с этого, что, типа... Ну ты, мне кажется, читала уже такое давно еще, когда стримила. А в других соцсетях такого, не знаю, как будто бы не получаешь. Когда надо что-таки сообщение получать, я так охуел. Ты ведь охуенная вещь, факт. Люблю вас очень сильно, вы всегда меня веселили, когда мне было плохо. Мне так нравился вайб, когда мы все жили у тебя дома. У меня зря почти не было дома. Ты была все равно. Ну, редко. Мне нравился вайб, знаешь, когда... Когда мы начали только стримить все вместе. Да. Ну, как раз тогда мы и жили у тебя. Угу. Очень была смешная хуйня с этим, блядь, моим избиением. Было круто. А ты решила запустить, потому что я угорал вот жестко с этой хуйней со всей. Какой? Ну, просто, ты помнишь, я в больнице ходил, кричал, блядь, бесился. Да. Мне показалось все уйти в вану. Когда Рожек пришел в виде врача, тоже было круто. Молодец Рождествен. Угу. Ну, мне тогда было тяжело уже. Почему? Ну, ты с Серегой начал близко общаться, да? Очень близко подпустил, а мы очень разные. Угу. Просто не подумал. Блях, это ебанно. Мне очень нравился веб, когда я застримила три года назад. Ну, всем нравилось. Я была другой. Я помню, у меня был жаский комплекс. Я запускала стрим, пыталась заседать раньше. Потому что мне все говорили, что тебе, ты скучная такая, ты неинтересная такая. Раньше было лучше. Так есть такая хуйня, что так со всеми. Не потому, что все были раньше лучше, а потому что просто люди... Изменились сами и хотят быть такими, какими были раньше. Угу. Молодыми, красивыми. Купила стики ультра, меня открыла. Вот так, красиво. Вон там есть тип. Свеженький. Фреш. Еще свежий. Фреш бар. Ну, я тогда смотрел твои стримы на ютубе, потому что думал, что твич это что-то типа онленькое. Да? Я помню. У меня знаешь, какая была хуйня? Я... Бля, я включила турбу на паз. Что это значит? Это когда типа очень ебануто тяжелый он сарикон делает. Ага. Я не пробовала так ни разу. Тоже так ни разу не делал. Все попробуем. Короче, когда появился только ютуб, я сидел вконтакте. И я не понимал, что это такое. Как вы поняли, я за 4 месяца стриминга так и не выучил АБС-ку. Я не дружу вообще с компьютерами. Никогда мне не быть айтишником. И... У меня глаза косят. Смотри. Нет. Да. Нет. У меня глаза косят. У меня нет. Ой, у тебя нет. У меня... Че, а ты мне косят глаза? А у меня. И... И че? И я смотрел... Гадко? Нет, тупо на паз просто. Чувствуешь? Нет, не чувствую. Но я много курю. Не косят? И, короче, я смотрел все видосы ВКонтакте. Перезаливы. Такая хуйня тупая. Не давал кому-то монетку. Какую монетку? Ну, монетизация, ребята, зарабатывали с ютуба. Мак сегодня какой-то другой. Я сегодня просто очень спокойный. Мне не очень весело. Я сегодня выключил свой стрим, потому что понял, что просто нет сил. Я тоже. Притом, что мне так обидно за эту хуйню. Мне так хочется всегда быть вот этим ебанутым весельчаком Максоном. Как будто людям это разонравилось. И то, что какая я, и какой ты, и какие мы. Как будто по окружающим людям это разонравилось. Как будто всем все, что мы делаем, резко разонравилось. Это стали хуй сосить как-то. Слушай, я не стримил просто месяц. Типа, если я запущу ИРЛ и буду творить хуйню, мне кажется, все будут рады. Пойдем запустим ИРЛ на днях, как мы творим хуйню. Можно. Масса красивого улыбка, согласна. Сопли. А, внешне другой? Да. Понял. Улыбнись. Нет, зубами. Ты реально какой-то сегодня сим очень. Я побрился. Ага. Это мой маленький секрет красоты, когда я раз в неделю брею. Ты реально очень белые зубы и ровные. Нет, у меня один зуб почернел. Смотрите, человек никому не показывал. Мне тут вырвали нерф, а он серый. Видишь? Это эти два серые. Посмотри, как у меня губы опухли, блядь. Мне хочется, чтобы вы были пары, если честно. Мне только улыбка. Извините, если какая-то обидела. Макс красивый. Кость, давай встречаться с... Как думаешь, Костя... Кость, ты бы стал с вами встречаться? Вот на серьезных счетах. Костя, по-моему, гетеро. Костян. Я считаю, что все люди бисексуальны. Костян флум гетеро. Я такую Наде мужа увел. Знаете, как розовая, помните? Спасибо, Поля. Что-то ты прочитал? Пиздец, это мило, Поля. Поля? Поля. Полина, я очень рад, что... Костя пишет Амина права. Кость, мне кажется, нам нужно разрушить Аминин миф, который она пустила только что. А Кость, ты не в Москве? А? Кость, ты не из Москвы? Нет. Кость, перми? Да, из Перми ты брал? Кость, хочешь пожить у меня дома? Я что-то когда... Списывался с Костью где-то. Смотрю, такой он симпатяга. Включите. Увиделся с Костью? Не, ну увидел его в фотке, в телеге, он на что-то писал. Включите, обычно. Костя. Костя. Попоем? Давай. Может, портреты? Давай. Я когда только познакомилась с Аминой, я вообще не знал ее творчества. Творчества? Творчества. Я очень, типа, жестко стал изучать. Изучать? Ну да, я не знал тебя, как Тентерли Бай. Я знал Амину? Да, она перестала играть. Сейчас. Сейчас я не могу. А почему тебе забыть? Потому что у меня завтра съемка, весь день, бьюти-бомб. И мне нужно, мне будут клеить ногти. Сейчас. А как это спеть, интересно? Мне сегодня восемнадцать лет, дай зажигалку и выключай свет. Никого звать, тут никого нет, задавая свечи под свет ракет. Я так давно бегу, что не знаю отчего. Аккорды. Пукаешь? Нет, этот стол скрипит, я еще не пукал. На рогам. Почему-то как-то не играется. Давай вот так попробуем. Мне сегодня восемнадцать лет, дай зажигалку и выключай свет. Никого ждать, тут никого нет, задавая свечи под свет ракет. Я так давно бегу, что не знаю отчего. Я так молода и не знаю всего. Тебе тоже противно от себя самого. Поцелуй на прощанье. Предай обещанье. От кого-то не в тему, но... В Киеве в мае я бы могла писать портреты, жить ради кого-то. Я бы могла писать портреты, жить ради кого-то. Знать, где я проснусь завтра и не бежать от чего-то. Делить сигареты честно, любить идиоты спать. И не бояться, не ждать конца эпизода. Так много лет у меня нет дома. Сожгли рюкзаки, это уже основа. Давно раскрошен мой родной город. Я кричу пустоту, я пою глухому. Я так давно бегу, что не знаю отчего. Мне негде остаться, у меня нет ничего. Я пишу про любовь, даже когда тяжело. Забей на расстояние. Я точно знаю, мы встретимся дома, в Киеве в мае. Я бы могла писать портреты, жить ради кого-то. Знать, где я проснусь завтра и не бежать от чего-то. Делить сигареты честно, любить идиоты спать. И не бояться, не ждать конца эпизода. А вы знаешь, что я им тут так красиво? Невыносимо? Угу. Или... Да. Да. Я обожал нас. Каждый сантиметр, каждый край, души и тела. Все, что пожелаешь, выбирай. Все, что ты хотела, поцелуи под луной. Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие, прямо скажи мне, и темы закрыли. Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие, прямо скажи мне, и темы закрыли. Я как мальчик попадаю в плен. Твоих флюидов, но не замечаю перемен. Горечи, обиды, что случилось, сам не свой. Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие, прямо скажи мне, и темы закрыли. Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие, прямо скажи мне, и темы закрыли. Такая музыкальная... Давай счастье. Давай. А потом давай эту хуйню из универа, которую мы с Даней пели. Давай. Мы с тобой. Запомни, запомните сейчас, что эту песню мы должны спеть. Амин, ты без вас с Кридом? Нет, у меня к ним исключительно дружеское отношение всегда было, и у него ко мне. Я не хочу курить после любви, я хочу наслаждаться тобой. И ничего тебе не надо говорить, ты без слов забрала мою боль. И ты такая, даже не знаю, как описать тебя. Нет слов, просто нет слов. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Счастье мое, возвращаться домой. Когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. И не хочу искать сотни других, черты которых не видел в тебе. И ничего тебе не надо говорить, и я спасу этот мир от всех бед. Ты не такая, как все, все не такие, как ты. Но мы друг друга нашли все наши мечты. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Счастье мое, возвращаться домой. Когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Счастье мое, быть с тобой вдвоем. Вместе, значит, есть Веский повод думать, что счастье А как это петь? Я только припев захуярил Мы с тобой Вместе, значит, есть Веский повод думать, что счастье Рядом мы, любовь А что еще с тобою нам надо? Вместе, значит, есть Веский повод думать, что счастье Рядом мы, любовь А больше ничего и не надо А что еще с тобой нам надо? Спасибо, СССР, я люблю тебя Что спеть? Говорите Чатик Чатик, ты тут? Стой, дай прикол не сделаю Сейчас я вас прикольну Чатик, ты тут? Глупая Давайте, глупая Эти ментоловые сигареты Просто ужас Ну как ты их куришь? Скажи мне, как ты их куришь? Ты эту модную музыку Как ты можешь слушать? Она, что нравится тебе Да ты сама себя дуришь Тебя вообще не волнует Никакие проблемы Твои пошлые шутки Как обычно не в темы Ты тупишь в интернете Днем и ночью Он сузрет тебя, детка Он сузрет тебя точно Ну какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Ты одеваешься по моде Нет, ты самая модная Ты такая же самая Как и все в твоем городе Ты тащишься от этого вампира Чудесного хочет стать его женой Подарите ему детственность Вообще не волнует Дофига друзей Ну как да правда хреново Скажи мне, где они все И ты тупишь в интернете Днем и ночью Он сузрет тебя, детка Он сузрет тебя точно Ну какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Ты одеваешься по моде Ты одеваешься по моде Ты одеваешься по моде Ты одеваешься по моде Нет, ты самая модная Ты самая модная Ты самая модная Ты самая модная Самая модная Ты такая же самая Как и все в твоем городе Глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Yeah-ya Какая ты глупая Я просто в шоке Ну какая ты глупая Yeah-ya Я готов взорвать на тебя большие бабки Сука, я готов взорвать на тебя большие бабки Лавандос, я готов взорвать на тебя большие бабки Я не занимал у Феди, это мои бабки Плюс немного нелегальных денег с продажи от травки Я помню, времена не мог взять похавать в Макдаке Сейчас больше половины мало, но бабки торчат мне Заказывай себе Филадельфию, бля, свежевыжатые соки Такилы, шо ты мне, похуй, обошляю Подруга стесняется спросить, можно ли она возьмет калик Но не стеснялась, когда сосала Этот купет стоит, как два брикета Они говорят, мы скучаем по Буде из-за откровения Не старебать, сука, у меня не было настроения Не спал упоминать опу, у меня не было настроения Вроде этот бит лиричный, но опять несу хуйню Дома не было кровати и тата на полу Бро ограбил плагу, он не покупал эту траву Когда мы мочи, я ее выпить могу Я помню, никогда не пил лин, я не какал неделю Я еще не доедаю, но помню, когда мы не ели Он думает, он, не знаю, навел прицел к Галилео У моего брата хобби, он любит в Гатаре побивать людей, бро Я тебя не хочу, бля, ты выглядишь как подруга Геной дам этим, мам, покурить, бля, я грубый Я пишу это дерьмо, и тут рядом щабуды Я делал тарагрузинки, там воняло, как... Ты хочешь меня ограбить? Ты хочешь пули? У тебя фетиш звук арей Ты хочешь думе? Довел опыты истерики в интернете Кибербуллинг Потом заехал к долбоебу в Перм, когда был в Туре Мама научила говорить хуйню, люблю мамулю Магнум предлагает ща похавать, я иду, бро Я готов взорвать на тебя большие бабки, сука Я готов взорвать на тебя большие бабки Я готов взорвать на тебя большие бабки, сука Я готов на тебя взорвать большие бабки Я готов на тебя взорвать большие бабки Я готов на тебя взорвать большие бабки, сука Готов на тебя взорвать большие бабки Руки на шею, глаза в потолок Я закрываю себя на замок Я не маньяк, просто я так боюсь, что ты можешь уйти Сказать не вернусь, когда светит солнце Гангрена, ты знаешь Ты тексты знаешь? Я знаю, это припев На железный палец Руки на шею, глазок в потолок Я закрываю тебя на замок Я не маньяк, просто я так боюсь, что ты можешь уйти Сказать не вернусь, когда светит солнце Я вижу лишь тень Я так привык, если можешь развеять ту ревность во мне Ведь я верю тебе Вижу твои глаза В них моя слеза То ли карие, то ли черные Но так иду твоим волосам Светлым, как и твоя душа А внутри меня все так же, только пустота Осень, весна, зима или лето Все, что мне надо Ты Сигареты Просыпаться пораньше Просыпаться пораньше Чтобы смотреть, как ты спишь Просыпаться пораньше Чтобы мечтать о тебе даже, когда ты рядом лежишь Извини, но я хочу спать со включенным светом Я не боюсь темноты Я боюсь проснуться и упасть туда, где тебя нет И Смотреть о тебе только сны Я хочу смотреть каждую минуту на тебя Пока я еще жив Если ты умрешь раньше, чем я, то и мне Мне нужна моя жизнь Осень, весна, зима или лето Все, что мне надо Ты Сигареты Просыпаться пораньше Чтобы смотреть, как ты спишь Просыпаться пораньше Чтобы мечтать о тебе даже, когда ты рядом лежишь Аплодисменты Аплодайс Бальчиковый апллаус Че петь? Бойчик? Помнишь? Да Я посмеялась Они пишут 50к в сумке у папы Ты видела, как я пел? Нет А, 50к Я видела с микрофона 50к Недоступно Ай-я Так хочу тебя поцеловать Но ты не готова Ай-я Вижу это по твоим глазам Недоступно Ай-я Так хочу тебя поцеловать Но ты не готова Ай-я Вижу это по твоим глазам Бойчик Бойчик Ты чего такой скромный? Бойчик Бойчик Давай смелей, но не бойся Бойчик Бойчик Поцелуй меня в щеку Бойчик Бойчик Давай смелей, но не бойся На тебя потрёпан или вайс Ты зовёшь меня гулять Вместе третий раз Но боишься целовать Даже за руку взять Так, я не поняла Я тебе нравлюсь или как? Я же не кусаюсь Детка, выйдем из френдзоны Завели давно бойфренда Все мои подруги в школе А ты только улыбаешься Шутишь и смеёшься Пригласи к себе на чай Посмотрим Рика Морти Недоступной А я так хочу тебя поцеловать Но ты не готова А я вижу это по твоим глазам Недоступной А я так хочу тебя поцеловать Но ты не готова А я вижу это по твоим глазам Бойчик, бойчик Ты чего такой скромный? Бойчик, бойчик Давай смелей, но не бойся Я давно мечтаю тебя за руку взять Когда гуляем, но боюсь услышать отказ Замутись такой герлою Хочет весь класс Самый первый подснежник весны Что мне не сорвать? Дай намёк Я готов Шаг назад и вперёд Шаг, берёд Шаг Я пытаюсь подгадать момент Как мне узнать, что в твоей голове Недоступной А я Недоступной А я Так хочу тебя поцеловать Но ты не готова А я вижу это по твоим глазам Недоступной Я доступна Так хочу тебя поцеловать Но ты не готова А я Вижу это по твоим глазам Смотри ещё Давай Мами Бэйби Какой трек? Который Круче твоей детки Круче всех наследцев Бля, нет, не хочу Почему? У меня чильтит Батареи? Можно Может, азимси? Да Давай Мами Нашу песню И кто из исправ Мне всё равно Вы оба мне нужны Можно что-нибудь Грустно, да? Текст произнес про родителей Я когда узнала Это смысл текста Я хуела Сейчас 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 Спасибо. О, аккорды. Снова приснится, что смело набираю высоту этот рестайк. Вот так играется. Очень странно. Снова приснится, что... Пятьдесятка в сумке у папы. Пойдем. Вот, вот, вот. Пятьдесятка в сумке у папы. В сумке у папы. Сейчас. Пятьдесятка в сумке у папы. В сумке у папы. Пятьдесятка в сумке у папы. В сумке у папы. Пятьдесятка в сумке у папы. В сумке у папы. Пятьдесятка в сумке у папы. У папы. Зашли дальше петь. Да похуй, давай поем, как поем. Знаешь, как я пел на стриме, почему они угорают с этой хуйней? Что я пел? Порошок на стол упал, одолжи пятак, пап. Бодяжная кока, кока. Минус пятак, пятак. Давай, давай. Давай есть припев и ты продолжаешь. Песедка в сумке у папы. В сумке у папы. Песедка в сумке у папы. В сумке у папы. Песедка в сумке у папы. Песедка в сумке у папы. Порошок на стол упал, одолжи пятак, пап. Бодяжная кока, минус пятак. Крутит, но не кокой. Е. Можешь себе оставить. Рассчитаешься башкой. Е. Закину в пасхи их моли. Ей моли. Глаза цветут к мали. В кемали, блядь. Врядь все, что у тебя есть. Пока это не отняли. У тебя же и подруги есть. Их мужи мои демоны ебали. Их очень много пудры на столе. Очень много пудры наебали. Ее даже пальцем не трону, нет. Поворачивайся, нагинайся. У меня только один пистолет. Пуле-пуле на ее лице. У меня еще сорок пятька. 45 сумки у папы. 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 Па-па-па-па-па-па. Ты. Ты. Ты еще даже не знаешь, Сколько в куртке у папы. Сколько у папы на карте пластик. Ты, 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 ты еще даже не знаешь Сколько в куртке у папы Сколько у папы на карте Нет, ты хорошая девочка Я бы не привез домой, бля, к себе Подожди, сука, Плак звонит Плак звонит Ты давай пока все сними Все сними Ты давай пока все сними Все сними Ты пока давай-ка все сними В душ может не идти Не нужно Ты давай пока все сними Ты пока что давай-ка все сними Ты давай пока все сними Ты все сними пока давай Ты все сними Ты все сними ходите новый трек платона и пошлой моли школьные рады проебали парочку давай скажем спасибо за что там прочитаем мы все прочитали амин и собрался песня звездопад для подробно попробую после этого трека школьник влюбился взять школьник сдался век на пять школьник ее позвал школьник на бал школьник не школьный на но не в прыща он секс не знал в клубе школа ло видел ваши клипы амфо вышел одноклассник еще копит на пижо я с утра потолся и потрогал миллион что я лазер потрогал силикон вчера потрогала большого билли джо он разговаривал на что я юный егор шип так и пою так и пелось так и пелось ты знаешь мою песню звездопад да но вот такой текст и так помню я схожу подписать давай Ты дождь и звёзд, смотря на тебя, Хочу быть с тобой, только с тобой. Ты везде, но так далеко. Ты дождь и звёзд, смотря на тебя, Хочу быть с тобой, только с тобой. Ты везде, но так далеко Я так по тебе скучаю Мои слова лишние знаю Ты никогда не воспримешь меня Как что-то большее, чем друг Я могу лишь о тебе мечтать Но до тебя не тянусь я никогда Твой холод словно и не на окне Я нарисую на нем твою любовь ко мне Ты далеко на своей планете И вокруг тебя другие звезды и ракеты Увижу тебя, объятия их другой звезды Мне не дотянуться до тебя Я не такая, как ты Я помню, как я писала эту строчку В машине И вот твой холод словно и не на окне Я нарисую на нем твою любовь ко мне Это было зимой, и я рисовала сердечко Для кого ты пела? Да Ты дождь и звезд Смотря на тебя Хочу быть с тобой Только с тобой Ты везде, но так далеко Ты дождь и звезд Смотря на тебя Я хочу быть с тобой Только с тобой Ты везде, но так далеко Как будто бы в водукуле Это похоже на саундтрек Ко времени приключений Да, есть такая Хочу вам демки после выкинь Хочу, как и все Дюй, побеги Вместо максимума пока Укулу Укулу Сейчас включу что-нибудь Хотите старый трек покажу Который мне очень многие просили Ой Слушайте Мне здесь 17 Это делайте Размешивайте game Слушайте 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 программу Дюй